Информационное агентство Курганру уже рассказывало о проблемах жителей посёлка Радужный. Накануне случилось продолжение истории. Депутат Госдумы Александр Литяков, к которому обратились жители, собрал на месте представителей городских властей и населения. Люди собрались от мала до велика. Людмила Кислицына, которая пришла на встречу со своим внуком, живёт здесь с момента основания. По дороге к посёлку, которая является одной из главных причин неустроенности, она водила в школу своих дочерей, а теперь и внуков. Старшую внучку в школу веду, этого за собой за руку веду. Вы сами видели, какие у нас дороги. Там собак полно. Вечером идти – темнота. Сейчас вот ещё подождите маленечко, оденется лес как следует, начнутся наркоманы к нам кататься. Опять начнутся эти иголки, опять начнутся машины вдоль дороги стоять, и мы опять будем идти и бояться. Парламентарий Александр Литяков предложил решать проблему поэтапно. Лично на себя беру покупку 12 светильников, чтобы люди могли спокойно по светлой улице доходить либо доезжать до дома. Второе. Городская власть в этом году сделает дорогу не асфальтового покрытия, но сделает дорогу, по которой хотя бы возможно было доезжать в любые погодные условия. В свою очередь глава города Сергей Руденко подтвердил слова депутата и наметил дальнейшие планы. Ещё один вопрос – это то, чтобы пустить общегородской транспорт до езда, до посёлка, соответственно делать разворотное кольцо. Давайте смотреть на вопрос в комплексе. Пусть это будет не одним годом. Вот мы говорим сегодня – дорога до посёлка и электроосвещение этого участка. Юлия Пастухова, Василий Малухин, Александр Киселёв, Александр Немков, информационное агентство Курганру.